Год назад произошло переформатирование общественных палат в регионе. И с августа 2014 года главная общественная организация нашего района приступила к работе в новом формате и составе. Заседание в районном культурном комплексе стало своеобразным подведением итогов. Сегодня мы сами оцениваем свою работу. Насколько мы заняли свое место в деятельности с органами местного управления, с депутатами разных уровней, с администрациями всех уровней. Работа с населением. То есть вот эти три основных фактора, которые мы кладем во главу угла. Выразить благодарность людям, стоящим на защите интересов жителей, и сказать напутственные слова пришли представители администрации района и города. Хочу пожелать вам и в дальнейшем оставаться такими же, такими же, такими же честными, порядочными, такими же болеющими за свой город, за свой район, за честь общественной палаты. Нам, наверное, надо как-то больше консолидироваться. Собственно, для этого и существует и общественная палата, и все общественные организации, которые создаются небезразличными людьми, по сути, подменяя функции государства, которому сейчас тяжело. И наша задача на сегодняшний день – объяснить людям, чтобы у нас не было социального взрыва. Потому что, если будет социальный взрыв, вы понимаете, у нас власть не сможет работать. В торжественной атмосфере отметили заслуги тех общественников, которые наиболее ярко показали себя в работе, а также поздравили тех, кто в августе отметил день рождения. И сразу к делу – обсуждению насущных вопросов. На повестке дня – подведение итогов проверки деятельностью органов местного самоуправления поселка Загорянский, в ходе которой представители общественной палаты дали оценку работе местной администрации. Мы выезжали по всем направлениям – спорт, ЖКХ, культура, здравоохранение, социальные сферы. Слово «два» – это завышенная оценка. На заседании члены общественной палаты приняли единогласное решение – отчет об итогах проверки направить в Следственный комитет. Еще один важный вопрос – подведение итогов проверки СНТ-студенка городского поселения Свердловский. Поводом к инспекции послужили многочисленные жалобы жителей на действия председателя СНТ. Межевание, планировка территории было выполнено так, что одни лишились половины и без того маленьких участков – 400-ки, у других дорога отрезала треть, третьи вообще не обнаружили на межевом плане своей земли. На заседании общественники приняли решение направить отчет по результатам проверки в прокуратуру. Также на встрече обсуждался вопрос создания организации председателей Советов многоквартирных домов в Щелковском районе. Общественная палата ведет активную работу в этом направлении. Так была утверждена рабочая группа, курирующая эту тему. Также на встрече обсуждались другие организационные вопросы, в том числе создание персонального сайта палаты. Дарья Соснегова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково». — Да, они есть. На почту. — На почту.